Грязь, разруха и ползающие по стенам тараканы. Все это окружает жителей дома на Курчатова уже несколько лет подряд. Жалобы на дома под управлением компаний, принадлежащих Данилу Белоусову, не прекращаются. Не спасает даже новый офис, в который переехала организация. Недовольные идут и туда. Что делать с людям, оказавшимся в заложниках у своей управляющей компании? Об этом в репортаже Елисея Савлюка. Посмотрите, пожалуйста, как мы живем. Везде все ободрано, мусорно, света нет. Ольга Юрьевна проводит экскурсию по месту своего жительства. Правда, о родном доме, в котором женщина прожила почти 15 лет, она говорит не с гордостью, а с мольбой о помощи. Ободранная штукатурка, мусор, грязь и тараканы – это все окружает жителей дома на Курчатова-4 уже несколько лет. С тех пор, когда сюда зашла управляющая компания «Городская», та самая, руководитель которой сейчас находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. От бессилия люди даже стали сами собирать мусор у дома и мыть полы в общежитии. Мы просим помощи. Мы не понимаем, в чем дело. Почему так долго мы не можем родить нашу управляющую компанию? Мы все сделали, все сделали, что могли. Мы сделали в рамках закона. Пожалуйста, помогите. Мы не знаем, в чем подвох. Мошенники не должны пользоваться и править миром. Но мошенников, как говорят жители, сменить им никак не удается. Куда они только не писали, толку нет. Управляющая компания так и продолжает обслуживать дом, в котором жить с каждым днем становится все сложнее. Мы провели очное собрание, общее, 29 апреля в 19 часов во дворе нашего дома. Ну, человек 40 было. Но этого, конечно, мало. Второй шаг мы сделали в форме очно-заочного голосования. Мы собирали индивидуально подписи на каждого собственника. И потом следующий шаг отправили, я еще раз говорю, в службу строительного надзора и жилищного контроля. Теперь они там тормозят. Ну, так называемый тормоз отрицают в службе строительного надзора и жилищного контроля. Там говорят, на руках у них есть заявление от жильцов для перехода в новую управляющую компанию. Рассматривать его будут до 25 августа. Правда, УК «Городская» может предоставить свои подписи, и тогда сделка не состоится. Если люди считают, что они поддельные, им стоит обратиться в полицию. Служба не имеет полномочий проверять подлинность подписи. Таким вопросом граждане могут обратиться в правоохранительные органы. Также можно гражданам рекомендовать обращаться в органы местного самоуправления. С заявлением о том, что управляющей компанией не соблюдается условие договора управления. И уже орган местного самоуправления может организовать проведение собрания собственников. Свою проверку по жалобам жителей проводит и прокуратура. Сама управляющая компания съехала с прежнего адреса. В новом офисе на месте оказалась только девушка-оператор, которая отказалась звонить директору. Но даже здесь поток недовольных управляющими компаниями, которых во владении Белоусова сразу семь, не прекращается. А вы не думаете в другую управляющую компанию прийти? Так нас вот как-то переставили в другую управляющую компанию без уведомления, в принципе, собственников. Вот, например, я отшумствовала в городе. А платили мы заранее, чтобы вопросов не было. Сейчас у нас получается долги. Поставить точку в этом вопросе должны контролирующие органы. Но пока, похоже, здесь нет даже запятых. Хотя Седьмой канал уже не раз показывал и рассказывал о людях, которым приходится выживать в домах под управлением компанией Данила Белоусова. Жители сдаваться не планируют. Если надо, дойдут и до президента. И, может, тогда они перестанут жить среди разрухи и тараканов.